МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как правильно пользоваться пиротехникой и где можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь? В Костомукше отремонтировали центр внешкольной работы. На центральной улице села Кончезера появилось современное освещение. Петрозаводчане собирают две тонны гречки для бездомных собак. Об этом и не только я и мои коллеги расскажем вам в программе Большие новости. Здравствуйте! В студии Наталья Кузьмина. И сначала о главных событиях этой недели. Итоговую пресс-конференцию провел глава республики Артур Парфенчиков. Наш вопрос касался системы здравоохранения. Глава региона отметил, в этом году первичное звено системы получило в 13 раз больше денег, чем в прошлом. А в следующем эта цифра увеличится еще в два раза. Ремонт в медицинских учреждениях, покупка дорогостоящего оборудования, а также правильная организация работы всей системы здравоохранения и грамотное распределение средств. Системная работа дала результат. Мы поработали. Я приехал, когда в Калевалу, там в два раза смертность сократилась за год. То есть я там могу ошибаться в каких-то процентах, но когда мы посмотрели, там почти в два раза смертность сократилась. На этой неделе главой республики подписано распоряжение о создании Центра скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Создание такого центра продиктовано необходимостью улучшения качества оказания скорой медицинской помощи населению Петрозаводска и ближайших населенных пунктов Прионежского, Пряженского и Кондопожского районов, а также решения существующих проблем на Петрозаводской станции скорой помощи. Рейд по деревянному жилфонду Петрозаводска провели инспекторы пожарного надзора, жильцам, до которых удалось достучаться, напомнили правила пожарной безопасности, ведь в их домах обход был на улице Белинского в квартирах печи. Новую технику продемонстрировали спасатели на площади Кирова. Противопожарные и поисково-спасательные службы будут использовать ее в случае чрезвычайных ситуаций и при обеспечении пожарной безопасности районов. 13 машин обошлись карельскому бюджету в 9 миллионов рублей. На почтовых конвертах появился символ Карелии Эппо Скалевала. Такой подарок столетию республики сделали Музей изобразительных искусств и Управление федеральной почтовой связи по Карелии. Эппо Скалевала – это наши корни и наши истоки. И говоря о столетии, и думая о будущем, мы всегда возвращаемся к прошлому, потому что оттуда из корней мы черпаем силу и желание улучшить нашу жизнь, развить традиции. Поэтому пусть Эппо Скалевала летит сегодня по свету. Чудеса на антресолях. Предновогодний винтажный цех прошел в Петрозаводске. Деда Мороза 50-е, тут 50-е и 60-е, а вот там по Пьямашу есть 30-е и 40-е годы. Ежегодный благотворительный аукцион «Эко-елка» собрал более 22 тысяч рублей. Все вырученные средства передадут в фонд Арины Тубис. Из сотни экспонатов выбрали победителей в 10 номинациях, их авторы получили подарки и сертификаты. В конце уходящего года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Что ж, продолжим традицию. Мы подсчитали, что в 2019 году сняли для вас 2000 телесюжетов. Вышло 250 выпусков новостей и 50 выпусков программы «Большие новости». А еще мы начали вещать на канале ОТР. И теперь наши материалы видят в каждом уголке республики. А что особенного случилось в этом году у петрозаводчан, мы узнали у них самих. В преддверии Нового года принято подводить итоги. Что бы вы могли сказать о своей жизни, чего вам удалось достичь, какие достижения? Очень хорошее достижение. В хоре поем, в карельском мамо паям, выступаем. Внучек вожу тоже на карельский кулпус. Наверное, достижение – это моих детей. То, что они хорошо учатся, то, что они растут добрыми, веселыми, красивыми, умными. Вот это самое главное достижение в жизни. А что для матери надо? Только это. Добила своей квартиры в этом году. Работу нашла. Вот, работаю. А? Работаю с детками в центре «Надежда». Я закончила школу с золотой медалью и поступила на медицинский институт, что было моей мечтой. Слезли на Средиземное море с удовольствием. Закончить четвертый класс с очень хорошими оценками. Год был очень успешным. Родился сынок. Это самое важное достижение в моей жизни. Так, много разных развлечений, путешествий. И еще в следующий год, надеемся, что будет точно таким же замечательным, как и этот. В преддверии новогодних праздников растет спрос не только на продукты питания, одежду, сувениры, но и, конечно, на пиротехнику. Новогоднюю ночь уже сложно представить без огромного количества фейерверков. Но все ли знают, где можно покупать пиротехнику и как правильно ею пользоваться? Ответы в нашем следующем сюжете. Наземные воздушные фейерверки, световые фонтаны, ракеты, петарды и другие взрывные и совсем не детские игрушки в неумелых руках представляют серьезную опасность. Специалисты разъясняют правила использования фейерверков. Да, инструкции на коробочках никто не отменял. Тем не менее, ежегодно люди получают увечья, случаются пожары. Сейчас мы покажем и расскажем, как запустить фейерверк так, чтобы не испортить праздник ни себе, ни окружающим. Чаще всего причиной травм становится столь популярной у подростков обычная петарда. При несоблюдении правил запуска она может взорваться в руке или причинить вред окружающим. Петарды разрешено запускать только на открытых территориях и на расстоянии 5-6 метров от людей. Чтобы правильно использовать петарду, нужно взять зажигалку. Лучше, если это будет турбозажигалка, то есть не с открытым пламенем. После этого убедиться, что рядом никого нет, то место, куда вы ее будете бросать. Вот таким образом поджечь и далеко бросить. Использовать пиротехнику разрешено только взрослым людям. Лишь за некоторым исключением ее можно давать в руки детям, но только под контролем. Это касается бенгальских огней и вот таких свечей. Не направлять в сторону людей и не направлять, естественно, в сторону себя. И учитывать силу направления ветра. Но обжечься такой свечой можно? Нет, можете подержать. То есть у нее холодное пламя? Да, то есть вот здесь уже искра, она уже как бы такая холодная. То есть, ну, понятно, что не стоит держать руку дальше, да, но специальный спиртовой состав не дает окалины. То есть такие свечи, в принципе, можно дать ребенку, например? Да, но только под присмотром взрослого, потому что, говорю, что когда проявляется вот это вот легкомысленное отношение, что это просто и это все хорошо, тогда начинаются проблемы. В любом случае, даже в законе написано, что нельзя передавать пиротехнику детям, да, но только использовать в присутствии взрослых, да. То есть, по крайней мере, взрослый должен сам знать и уметь, как применять эту пиротехнику. Строго по правилам нужно запускать и даже такое простое пиротехническое изделие, как фонтан. Выбрал площадку, все нормально, да, там отвел людей, да, то есть обеспечил безопасный радиус зоны. Вот, установил, вот, и также не нагибаясь над изделием, с расстояния вытянутой руки, запустить фитиль. Все, после этого без суеты просто отойти и наслаждаться. Еще один популярный вид пиротехники – ракета. Перед запуском ее устанавливают в снег строго вертикально. Но если снежного покрова недостаточно, как в этом году, ракету устанавливают вот в такую трубочку. Она входит в комплект. Особенность ракет в том, что нельзя обламывать палку. Вот, то есть она отцентрирована так, да, чтобы палка является стабилизатором правильного положения, когда она летит, является стабилизатором правильного положения в воздухе. То есть если палка сломана, она может куда угодно и куда угодно. Центровка, да, и она будет весело гонять по двору, да, там, стукаться об машины и гонять людей. Салютные батареи – самый распространенный вид пиротехники. Пиротехники перед запуском должны быть плотно закреплены снегом. Поджигать фитиль нужно на вытянутой руке и ни в коем случае не наклоняться над коробкой. Продавать пиротехнику можно в отдельно стоящих павильонах, магазинах, либо в специализированных секциях торговых центров. Продавец должен иметь сертификаты, а на упаковке должна быть инструкция на русском языке. В преддверии новогодних праздников МЧС уже начали проверку торговых точек. Продажи пиротехники на открытых участках, то есть это рынки, вокзалы, где-то еще другие места, то есть это запрещено. Только специализированные магазины. Культура на самом деле есть как таковая по реализации пиротехники. Все-таки люди стараются выполнять постановление правительства за номером 1052. Но если какие-то выявляются нами в рамках рейда эти точки, то мы, естественно, их сотрудниками, в том числе полиции, эти точки ликвидируем. То есть запрещаем реализацию продажи. Специализированная площадка для запуска пиротехники в новогоднюю ночь в Петрозаводске будет организована рядом с площадью Кирова. Запустить фейерверк можно будет и на других территориях, но с учетом соблюдения всех правил безопасности. Как это сделали жители нашей республики в прошлом году. В новогоднюю ночь 2019 в Карелии не было зафиксировано ни одного несчастного случая, связанного с использованием пиротехники. Будем надеяться, что и этот Новый год будет наполнен только позитивными эмоциями. Новогодний апельсин получила Костомукша в канун праздников. Так местные жители прозвали обновленный центр внешкольной работы. Еще недавно это было тусклое серое здание. Компания «Северсталь» выделила на его ремонт 10 миллионов рублей. На эти деньги капитально отремонтировали кровлю и фасад. Благодаря оранжевым панелям, которыми облицевали здание, оно стало цвета сочного апельсина. И согласитесь, совсем другое настроение у всех, кто приходит сюда сейчас. В первую очередь у наших детей. Генеральный директор Карельского Акатыша Максим Воробьев назвал этот проект успешным примером шефской работы. С центром компания сотрудничает уже несколько лет. Был произведен капитальный ремонт и в принципе замена теплового узла и системы отопления. Был проведен косметический ремонт. И в этом году такое самое знаменательное и заметное событие – это центр был облицован. Собственно, весь фасад был подвергнут замене. И вот как мы можем видеть, такое сейчас яркое покрытие, которое существенно отличает это здание от того, что было раньше. Также был произведен ремонт крыши, ремонт входных групп. На этом обновление центра не закончится. Весной уже за бюджетные средства администрация округа планирует установить водостоки, выложить плиткой крыльцо и оборудовать пандус. На центральной улице села Кончезера Кандапожского района появилось новое современное освещение. 91 светодиодный фонарь установили в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по установке уличного освещения выполнили с сентября по ноябрь. Установили фонари последнего поколения, они экономичнее старых, в 2,5 раза и окупятся примерно за год. Изготовлены светильники в Карелии на производстве одного из исправительных учреждений в Сегежском районе. Это светодиодные фонари самого последнего поколения, с хорошей оптикой, теплого света, для того, чтобы в сумерки и в период, когда вот такая погода, чтобы была хорошая освещенность. Здесь освещенность минимум в 3 раза выше нормы, где-то в 5 раз выше под опорами. Соответственно, здесь выдерживаются все нормативы по освещенности, по равномерности, нет темных пятен. «Администрация Кондопорского района и жители кончезерского поселения очень благодарны тому, что теперь они ходят по светлым улицам, их видно». В этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии реконструированы объекты освещения в поселке Кварцитный, в населенных пунктах, находящихся на трассе Аланец-Петкеранта, а также при подъезде к Аланцу и к Сегеже. В Кондопоке появилась новая спортивная площадка, в Сегеже выбрали «Юную красу-2019», жители Петкеранты ищут напечатанных мышат. Чем живут районы Карелии, узнаем далее в подшивке местных газет. В Кондопоке появилась новая спортивная площадка со скалодромом, теннисным столом и тренажерами. Ее установили за счет бюджетных средств республики в рамках программы «Спорт. Норма жизни». Школьники и сауны побывали в уникальной крепости викингов в историческом парке Бастион. Шестиклассники примерили на себя костюмы и доспехи, смогли почувствовать себя в роли воинов, ремесленников и купцов. Пряженскому фонду «Мельница» исполнилось пять лет. Фонд стал символом добрых дел в районе. Благодаря «Мельнице» в Пряже удалось собрать деньги на каток и другие полезные начинания. В Сигеже выбрали «Юную красу-2019». Два месяца 12-летние девочки готовились к конкурсу. Учились танцевать, красиво ходить, позировать и правильно говорить. Всех юных красавиц отметили в номинациях. Главную корону и приз зрительских симпатий получила Ульяна Бурая. В Костомукше в Пушкинской школе открылась театральная гостиная, в которой школьники могут придумывать и ставить свои спектакли. Предновогодний подарок оказался очень кстати. Сейчас ребята из коллектива «Родники» репетируют и готовят к выходу постановку, как Баба Яга дочек замуж выдавала. Газета «Новая Ладога» предложила читателям поучаствовать в предновогоднем конкурсе «Мышиная охота». На страницах спрятаны маленькие мышки. Их необходимо посчитать и позвонить в редакцию. Тот, кто первый даст правильный ответ, получит новогодний приз. В канун Нового года жители республики просят помочь собакам, живущих в приютах «Дорога домой» и первом Петрозаводском общественном приюте. Петрозаводчанка Александра Сухова организовала акцию «Гречка от Деда Мороза» по сбору 2020 килограммов крупы для четвероногих. «Кто подарит? Этот Дедушка Мороз! И, конечно же, вы, друзья! Правда, Дедушка?» «Да, обязательно! Я тоже участвую в этой акции, поэтому и приглашаю вас всех подключиться и помочь бедным собачкам кушать много-много гречки в новом 2020 году!» В общей сложности в двух приютах живут порядка 200 собак. Две тонны гречки им хватит на то, чтобы сытно жить весь первый месяц Нового года. Горожане активно откликнулись на акцию. Уже собрали больше тонны крупы. Осталось собрать еще 700 килограммов. Подробности акции опубликованы в группах приютов ВКонтакте, а также на странице Александры Суховой. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующего года. С наступающим вас и до встречи в эфире!